итак всем привет мы продолжаем проходить раю софью леса и страха как мы в прошлой части выяснили мы играем за художника у которого что-то по ходу какой-то капец тут случился и мы сейчас пытаемся выяснить вообще что тут происходит игрушка на самом деле очень атмосферное интересное но есть одно но он нарисует какую-то свою картину а картина сделана из я так понимаю частей человеческого тела вот например как холст он использовал свою собственную кожу пакость какая вообще я кстати муж козу погромче сделал потому что пушить часть послушивая звук весьма такой немножко тиховато мне кажется был и собственно давайте отправляться дальше выяснять что тут да как любопытно игрушка на самом деле очень интересная атмосферная и вот че нравится пугает что пугает именно атмосферой то есть тем что тут происходит непонятно это очень круто на самом деле лифт тебя себе у тебя домик по тем годам у тебя тут даже лифт был офигеть так куда мы едем не двое лифтом любит так всегда какое-то говно происходит таких игрушках твою мать это что за говно было впрочем не важно что это за говно было неважно абсолютно не игрушка на самом деле не понравится сказать все тем людям которые привыкли скажем так пыка игрушкам которые скажем пугает какими-то стандартными скримерами нет на самом деле это не то игрушка очень напоминает а не знаю какую-то смесь амнезии с по инвидай в каким-нибудь еще чем-то таким вот то есть весьма атмосферная сюжет развивается через записки всякие такие найдены предметы через них мы узнаем что тут вообще произошло это прикольно тут все запаха чем больше двери запаха тем не легче это еще с сален хила действует твою мать господи опять ты был что ты такое твою мать вообще так какого хил ты не открываешься блин стой уважаемый господин я понимаю что вы осторожны и сочувствую вам и ваши супруги на я должен категорически заявить что не жалею не желаю в дальнейшем получать от вас по этому поводу письма пересадка кожи процедура невероятно трудно и неизбежно связано с риском неудачи заявляя подобное я уверяю что я и мои коллеги с с в анны с утраны чтобы прожили все усилия чтобы гарантирует подожительный результат для вашей жены лично я считаю что мы сделали все возможное если бать в отсчет степень повреждения тканей вы конечно имеете право на собственное мнение я понимаю ваша зачарование чего я не понимаю это как в исправлении данной ситуации могут помочь вам ваши гневные письма которые вышлите мне и моим коллегам как я уже сказал я представляю какой стресс вам пришлось пережить и в недавнее время и поэтому не буду выдвигать пути вас обвинения если вы воздержитесь от любой дальнейшей переписки я по моему вам заявляю что не потерплю дальнейших угост по отношению к моему персоналу семье или кому мне самому если захотите прибегнуть к помощи психолога ассистент даст вам адрес нескольких специалистов которые помогут вам пережить это трудное время помогут сражение минувшими пожелания вашей вашей жене у лим хэгэйн то есть я так понимаю сложную что-то случилось причем что это плохое по ходу в этом вся суть сюжета я так предполагаю по ходу учитывая то что пересадка кожи требуется причем мы играем в какой год тут я не знаю 1800 и какие-то годы век 19 так предполагаю ну и начал 20 от силы скорее всего мать силы причем там чит был пуша части записка какая-то был пожал где-то то есть мать силу Зашибись. То есть, да, его уже на походу сильно пострадал при том пожаре, в котором мы находили выиску из какой-то газетной статьи, еще в прошлой части, насколько я помню. И что-то после этого все хелло тут пошло. Ну, оно и в принципе логично. Так, от чего у меня ключ? А, вот отсюда. Замечательно. Верх. Е-мое. Почему там все горит? Какой-то что-то происходит. Так, не повалиться бы тут. А, да, возможно, кстати, я комментирую тут не особо, так скажем, активно. Ну, игрушка такая, сами понимаете. Тут больше не комментирую не требуется погружение в атмосферу. Не, серьезно и тесно, ига, блин, вообще, ну, не знаю. Давненько ничего такого прикольного не попадалось. Э-э-э. Э-э. Да какой хелло тут дверь из языка? Ваются. На ключ. Ой, блин, мне это не нравится, все говно. Опять куча бухла, вообще жесть. Что за пипец тут происходит вообще? На улице, что ли? Не, это в сундуке. Ну, блин, мне не пастят, если я не открою. Ладно. Иди в жопу. Иди в жопу, все, блин, в задницу, все. Так, а там он ничего не оставил. Сначала закрываю, потом спашу, не оставим там счет. Не, пост какая-то ужаченного говна. Так, блин, жесть, криповая хелня. Ой, в окно тут даже стремно смотреть. Как бы молодой человек не выскочил. Не, блин, жесть, игрушка. Просто жесть, серьезно. Можно пересылать просто. Спис... Заговорил все же. Следующий список представляет собой из оборудования наиболее распространенных симптомов в шизофрении. Несмотря на то, что обычно такой диагноз ставят в возрасте 15-25 лет, известно, что расстройство также может затягивать пациента уставшего возраста. Обратите внимание, что данные симптомы активнее не только лишь шизофрении, и не должны никоим образом осматриваться, как безусловное доказательство данного недуга. Чтобы получить чей-точный диагноз, обратитесь к лицерному специалисту. Ага. Напомню к спехологу или к психиатуру. Бессмысленное вважение лица, взгляд в никуда. Да. Непризвольное движение мышцы на лице. Да. Бессонница никогда не замечал. Так, странные жесткие позы. У меня всегда такой был, так. Если чу, я это не поспягаю. Тут в скупках написано, по-гавному гилю, походу. Неспособность получать удовольствие от деятельности определенным. Тепь персонализации, что это вообще такое? А внутри, что это такое вообще? Неукрюжие и нескладные движения. Может из-за несчастного случая. А, вот из-за чего у него ноги нету. Склонность гнева, зажительности. Скорее всего, пассивно-агрессивный. Недостаток мотивации, да. Суицидальные наклонности. Вопросы. И воскресательный знак. С психикой у гавного гелы, походу. Да. Ты куда? Походу, явно что-то не то было. Совсем все как-то полшиво. Между тем, кстати, я замечаю, что игрушка очень линейная. И заблудиться тут вроде бы вообще никак невозможно. Решайся. Хотя перевод вообще не такой. Вэкап юр майнд. А, пробуди свой осудок. Быстрее переводится, как а не решайся. Или свою азму, или что-то такое, типа. Ну никак не решайся. Перевод, походу, в гугл-трансвете делали. Как в Криванмануе, блин. Это я помню говно. Ой, опять эта комната. Мадам. Чё-то, я не знаю. Мне вот, я, знаете, вот люблю такие игрушки, где целый особняк. Его можно исследовать. Это офигенно, конечно. Но, блин. Тут не знаешь, чего, мать его, ожидать. Если вот эта горова захихикает, как в фильме, я не знаю. Я басаюсь. Будь серьезно. Это точно. Я просто уверен. Куча медалей. Ну, в натуре где-то наш говно-гилл, походу, воевал. Так, тут в ходе все. А, ну, пошли. Тут чего? Тут две из петель, аж съехал. Какую хеллу вообще есть? Что за? Сейф. Понятия не имею, какой повод. Что за фигня тут случилась вообще? Это что за хейнь такая, мать его, блин? Ой, безумная фантазия у кого-то. Так. А что, ящики вообще открыть, что ли, нельзя? В чем логика тогда, я еще не пойму. Не, а в чем понт? Сейф, от которого, я не знаю, пороли, и комната без силы. Я предполагаю, что что-то изменилось, что-то. Ну, тут ни хера не изменилось. Так, до этого я этот сейф не видел. Ну, и току. Семь, два, девять. Семь, два, девять. Ну окей, давайте попробуем. А, и в каком порядке? Семь, два, девять. Отлично. Ключ. Ключ от чего? Тут, вот, не на ключ, ничего не заперто. Фиг с ним, каучи. Пойдем дальше, посмотрим. Может, тут что-то, для чего-то ключ нужно. Потому что я хрен знает, если честно. А, вот, от этой двери ключ нужен. Ясно, понятно. Двадцать шестой маута. Ладно, попробую еще раз. Наконец-то у меня получилось немножко поиграть. Если неловкое обвиньца не покажешь, что можно назвать игрой, не буду вать. Я с ума схожу от того, что не могу полностью контролировать свои пальцы. В любом случае, меня тут же отругал мой любящий муж и сказал, что мне нужно отдыхать. Я знаю, что он желает мне лучшим, но как мне станет лучше, если я ничего для этого не могу делать? И хуже всего то, что я учу, как от него пахнет спиртным. Боже, пожалуйста, только не это, только не снова. То есть, она после того инцидента с пожаром, походу... Ну да, очень травмивая, она была сильно, походу, там не только кожа, но и мышечная ткань была повреждена. Ну, то есть, понимаете, ожог вообще капитальный такой. Я забыл в какой-то степени ожог на живот, называется, когда мышцы доходят у лифтовой степени. Потому что первые, а это уже до кости, насколько я помню. Не суть. Ну, короче, стремная херня, на самом деле, вообще. Не дай бог. Часики тик-так, никого не жали, мочи, просто так. Веревка, повеситься можно. Шучу. Фух, стремновато что-то стало. Это не Батима. Это не Батима. Это не Батима. Назад не вернуться, да? Да. Так, минутку, тут записка, ее нельзя взять. Походу, просто текстура. Че-то вообще я не понимаю, как это может все происходить. То ли это в пьяном лазме говного героя происходит, у него галлюцинации, такие приход хорошие. То ли это, знаете, как... Че-то схожее сюжетом по Вин Лайф, опять же. Я не буду, че там было спорить, мало ли кто-то не знает. Ну, то есть, возможно, мы вообще, не знаю, просто милтвы уже, и это, типа, наказание за все содеянное, что ли? Песик. Вот сволочи. Собачку пошло обидели. Капец. Тут какой-то предмет, походу, потому что звук идет. Этот звук, кстати, походу, идет от предметов, которые навеянные, не знаю, точнее, дают воспоминания какие-то. Гуд бой. Хороший мальчик. Собачка, помнишь, как ты говорила, что было бы здорово, чтобы ребенка могла иметь кого-то, чтобы играть с ним? Ну, я просто купил нам собачку. А-а-а. Че ж с собачкой-то случилось? Тоже сожгли их, что ли? Ужас нафиг. Неостремная картина вообще, это пипец какой-то. Ты этого хотел? Не-е-е. Привет, Саленхилл. Не, с этим говном всегда с ассоциацией Саленхилл. Идет тут серьезно. Еще какая-то статья из газеты. Новую картину некогда великого художника осмеяли в галереях. То, что мы сегодня увидели, хоть не имеет совершенно никакой ценности в художественном плане, возможно, будет любопытно изучить психологам. Такие риски сова мы услышали ни от кого, иного, как от Джейсона Хьюса. Знаменитый критик одним из первых оценил работы такого-то, такого-то тут не написано. И его похвала способствовала его потрясающему успеху. Когда его спросили, заслуживали ли картина такой грубой критики, особенно в свете недавних трагических событий, Хьюс ответил. Наша работа – критиковать искусство, а не осуждать художника. Этот человек недавно пошел через многое, и это, видимо, на нем сказалось. Все же, если мы помолчим или притворимся, что можем хоть и с натяжкой принять подобную работу, это сослужит плохую службу самому художнику. Остальные критики были чуть теплевее. Потому как... Не написано. То есть, походу, всю эту шизоидную картину он начал рисовать после всех событий с женой. Ну, оно, в принципе, неудивительно. Крыш поехал, мужик. В какой-то степени... Да твою мать! Иди в задницу. До свидания. О, запил-то, я не против. В кои-то веки двелка по делу запилась. Запил-то. Запил-то. Я не против. Я только за. Ой. Не смешно. И две не за, как зашибись. Блин. Садисты. Не, просто садисты вообще. Твою мать. Крысы вообще хеяли, походу. Туды. Или туды. Или туды. Так, а что у нас туды? Ничего хорошего, походу, да? Какого хела тут происходит? В задницу нафиг все это дело. Просто в задницу, в задницу, в задницу, в задницу, в задницу, в задницу. Нет, я не понимаю, что тут происходит вообще. Что-то меня больно пугать, уж часто стали в последнее время. Так, спокойно. Все нормально. Нет, не нормально. Двелка отказалась. Так, окей, иду, 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 окей, окей. Все лица выцелопаны, как будто. Ну, возможно, из ожогов она свое лицо лишила, чтобы тут вы его цыпать. Блин, заговор все же. Выцелопать. Слышь, уходи, а. Оно еще и стучит. Да нет никого, думайте, идите в жопу. Шестое пыли, утом, наш эву склад пустых бутылок. Мне нехорошо, я знаю, что ему нелегко. Ну, что-то возьми, он должен все прекрасно понимать. Когда думал маленький ребенок, это просто верх безответственности. Это да. Я что-то не понимаю, если честно. Он что, тут жену, что ли, запятый держал в этой комнате? Фотка, записка тут ее. Но если это так, я не знаю. Ключик. Мы из-за какого-то очередного ублюдка, что ли, гаем? Походу. Черт побери, а. А ну пошел туда. Велика... Нет. Господи, ужас какой-то тут происходит вообще. Так, а я вообще туда иду? А, ну запятый, значит, не туда. Это что, его жена, что ли, приходила к этой дверке стучать? Что-то тут нехорошее происходило, на самом деле. Совсем нехорошее. Очень плохое тут, что это было. Так, нифига, пусто. Я не против. Так, тут опять какое-то воспоминание суть по звуку. Тяжелые, походу, у них отношения были после всех этих событий. Очень тяжелые. Так, а с тобой что делать? Я сначала смотрись, пожалуй. Волы протезов ненасытные твои. Я не позволю себе новые. Почему именно ногу? Че, еще и протезы воровали? Кому это нахер надо вообще? А, ну хотя в то время это, возможно, бешеных денег стоило. Если только так. Так, а что с тобой делать? Ну, заведем. Аж налево. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it, until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. a taste of copper, haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? I didn't care about it. Еще одна часть картины. Он, походу, вместо красок еще и кровищей использовал свою. Офигенно вообще. Не, офигенное произведение искусства. Это, блин. назад я не вернусь может это хивня как-то и назад свернуть может так вот тут какая-то хрень есть ну-ка посмотрим а ну да точно назад возвращается не кстати у вас изменение реальности прикольно сделано опять же идея наверно больше социальный хилл какого-то по заинству потому что обычно в сайлент хилл всякие вот эти переходы со смерениями происходят изнанка сайлент хилл мать его что-то скучаю по сайлент хиллу все-таки так и все вторая галлоподина я так понимаю да так так не могу тебя видеть в таком состоянии ты же болен ты потеешь и дожишь всю ночь а теперь посмотри к чему это тебя привело запись в мастерской как и всегда прекрати нести эту чушь об измученном художнике что-то совсем у вас усихи его было что-то появилось тут а где появилось в легнем ящике да чувак заядлый алкаш походу был капитальный крыски так и чё второй ингредиент так записка переизменились ненавижу даже сейчас потеянным одиноким ты это заслужил помоги вот для тебя закончу ее капец че сейчас вообще какая-то мазня пошла на какого-то даку даку на что-то похоже или чё типа того что ли какая-то жизнь короче так второй ингредиент мать его чё же еще за ингредиенты тут использовал вообще не же есть вообще ну чё давайте тут наверное эту часть старую закончим вообще по такой логике у нас наверное частей 6 будет если мы будем по главам походить по вот этим ящикам ну где-то каждая часть примерно полчаса занимает плюс-минус 10 минут примерно так вроде бы еще кстати я чуть читал что тут не одна две концовки от чего это зависит я фиг знает мы посмотрим что сказать по игрушку в сам игрушка весьма интересная любопытный сюжет и прикольная атмосфера конечно я бы не сказал что она прям знаете такая страшная что пипец потому что мне писали что это чуть ли не ужастие года нет я бы не назвал ее очень страшно она атмосферная да она иногда шугает но не более того на самом деле ну я так иначе люблю от массивные такие игрушки так что думаю стоит ей пойти в основном честно что будет дальше история как-то постепенно раскрывается и мы походу играли за какого-то капитального алкаша ублюдка если честно это жесть вообще в общем ладно посмотрим что будет следующий раз на этом все всем удачи и пока пока